Дорогие друзья, приветствуем вас, Питер Татар и я, Катифан Акифа Нагандинова. Сегодня предлагаем вам переместиться в обитель музыки, и мы сегодня встречаемся с очень интересным гостем из Москвы. Вот в этом красивом пространстве, это Международная Академия Музыки Елены Образцовой. Пойдемте. Уважаемые наши подписчики, зрители портала Питер Татар, приветствуем вас. Исан Миссис и я, Катифан Акифа Нагандинова, сегодня хочу представить нашего героя, эфира. Он приехал из Москвы. Это Тимур Фарухович Гафитулин, руководитель фонда поддержки культуры и искусства музыка и преображения, генеральный директор компании «Музыкальный салон». Исан Миссис. Исан Миссис, добрый день всем питерцам и питерским татарам. Приветствуем вас. Ну что ж, вы приехали к нам в Санкт-Петербург. Это визит деловой, какие-то встречи или это обусловлено непосредственно таким путешествием вернуть в культурную столицу России? Ну, скорее, это все вместе, потому что всегда приятно приехать на новое место, увидеть новых людей, познакомиться с новыми людьми. Все-таки мы отличаемся и ментально, друг от друга, мыслим где-то по-разному. Интересно все это синхронизировать, все эти моменты. То есть много встреч, интересных знакомств, в частности, полпредом Республики Татарстан в Санкт-Петербурге. Я думаю, еще несколько встреч успеем привести до моего отъезда. Угу. Как интересно, вы уже, получается, были в полпрессе Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, Неградской области, у Рената Накифовича Валиулина. Да, совершенно верно, совершенно верно. Как вам вообще, в принципе, обитель Татарстана? Действительно, это получился островок Татарстана. Там представлены выставки, работы татарских художников, скульпторов. То есть чувствуется поддержка татарской культуры и искусства. В этом мы где-то очень похожи. Такой сразу же вопрос. Вы связаны, и ваша профессиональная жизнь связана с музыкой. Вот что для вас музыка? Наш фонд называется «Музыка и преображение» не случайно, потому что музыка несет воспитательную миссию через музыку преображения души. Музыка меняет человека в лучшую сторону. То есть любые факторы меняют человека в ту или иную сторону. А музыка именно раскрывает потенциал человека. В принципе, любое наше действие – это и есть музыка, неважно, чем мы занимаемся. То есть музыка – это как форма выражения себя через музыку. И выражая себя, ты преображаешься. Именно через выражение себя преображаешься. Ты делишься с миром вокруг своими эмоциями, своими знаниями. И от этого делаешь и мир лучше, соответственно, себя. Ну, музыка, она же бывает разная. Вы про какую музыку говорите? Потому что жанр разный? Или все-таки для вас музыка… Ну, существует разная степень. В музыке, да, есть классическая музыка, есть джазовая, есть народная. То есть у них разные задачи. И, скажем, ну, что такое народная музыка – это фольклор. Это все-таки история конкретного этноса, конкретного народа. Что такое классическая музыка? Это более обширный пласт уже мировой идет. Да, хотя он может и на основе фольклора тоже быть, да. Как композитор Глинка, да, это русский композитор, все-таки брал фольклорные темы. И Римский Корсков, и Мусоргский тоже пользовались. Также и татарские композиторы, если мы возьмем, тоже в основе лежит культура, зерно, отношения. Но, тем не менее, классическая музыка, она не будет, скажем, там, чисто татарская, чисто немецкая, чисто русская. Все равно она уже космополитична. Если брать классическая музыка, это немножко другой уже пласт идет. И на ваш взор, если брать ситуацию сегодня и, например, ретроспектива 300 лет назад, вот какое состояние у вот этой мировой музыки, классической музыки, ее наследия, вообще что-то создается вот на сегодняшний день, вы как человек, который непосредственно связан с инструментом, какие процессы в тылах, внутри видите? Внутри, в смысле на протяжении последних 300 лет? Или сравнивая там 300 лет назад? Да, было бы интересно и сравнить, и, в принципе, статус на сегодняшний день. Как вы можете охарактеризовать востребованность в эпоху цифровизации, глобализации и тех вещей, которые нас окружают? Ну, если эпоху 300 лет назад, это все-таки эпоха барокко, уже даже не классицизма. Это, можно сказать, зарождение основ классической музыки. Это все-таки Иоганн-Себастьян-Бах, от которого все пошло, все законы музыки. То есть Иоганн-Себастьян-Бах для музыки, это то же самое для мировой, что Александр Сергеевич Пушкин для русского языка, который родил русский язык, поставил основу. Мы сейчас разговариваем на языке Пушкина все-таки. Да, и Бах, он тоже закладывал все вот эти законы на столетия вперед. В принципе, мы ими пользуемся. Если взять некоторые вещи Баха, думаешь, а как они вообще могли воспринимать в то время барокко? Это уже были же там какие-то нотки уже к современности, к веку уже индустриальному. Все-таки было другое мироощущение. Все-таки человек, ощущение к музыке было более, как сказать, интимное. Если вот взять на примере клавишных инструментов. Вот современный рояль есть, а есть хаммер-клавиры где-то конца 18 века. Это первые молоточковые инструменты. И когда я изучал устройства, механики, да, конечно, современный рояль – это технический инструмент, много возможностей. И потом прикасался к старинному первому молоточковым инструментам. И видел, что технически возможности совершенно другие. Но дело в том, что я, изучая этот момент, понял, что техника, она идет к потребности человека. И в то время просто не было потребности в техничной игре для больших залов. Все-таки музыка – это была каменная, это было в домах. Первые концертные залы же начали появляться, это уже в 20 веке, концертные которые. До этого выступали в театрах, потому что, ну, единственная крупная площадка – это театр, церковь. А стали уже для концертов, для больших, это уже, ну, чуть больше ста лет получается. Это как, знаете, можно сказать, почему появилась фотография. Фотография не потому, что техника до этого доросла, потому что был запрос общества. Как у Гёте, замрить мгновение. То есть появился запрос, появляются уже и какие-то технические достижения. То есть идет сначала философия, мысль, запрос человека и потом уже что-то. Но не наоборот. И если чуток заглянуть вперед, какой вектор развития может быть у вашего ремесла? Потому что связь с инструментом, у вас очень редкая профессия. Она как-то звучит в дипломе, как она называется? Ну, в дипломе нет, в дипломе у меня артист-оркестр, преподаватель, это музыкальная специальность. А есть профессия, как фортепианный мастер. Но фортепианное мастерство, оно тоже делается на несколько этапов. Есть реставратор, есть человек, который работает с корпусом инструмента, с акустикой, резонансной декой. Есть люди, которые занимаются внешней отделкой. Это совершенно другая тема, это больше уже к мебельным реставраторам. У меня именно подготовка инструмента к концерту, работа с механикой инструмента, ну, основное действие. Конечно, все ниже перечисленные этапы я проходил, мне было интересно. То есть нужно знать, чем имеешь дело. И также занимался реставрацией старинных инструментов. Это уже инструменты 18-19 века. Обучался в Бельгии, в Германии. Потому что у нас, конечно, эта область еще не развита. В Европе обратили взор к аутентичным инструментам только в 1930 году, в начале. То есть начали возрождать аутентичное исполнительство. Уже в моду стали опять входить клавесины. Их стали делать, копии, изготавливать. А у нас эта культура, ну, вследствие того, что был железный занавес, то есть, ну, не проходила в Россию. То есть развитие началось где-то в 90-х годах. И поэтому, конечно, очень сильно отстает от европейского. Но оно есть, это развитие? Оно есть, но, если сказать, там, в 30-х годах, а у нас в 90-х. То есть какой разрыв? 60 лет получается. То есть мы где-то находимся только в колыбели. Но движение есть, оно развивается. Движение есть. И очень интересно, в момент пандемии такая тенденция пошла, что больше стало камерных концертов. То есть люди уходят также в домашние салоны, на маленькие площадки, 30-40 человек. То есть от больших залов уже постепенно идет тенденция к тому, что это все-таки уходит. Ну, большие залы будут, конечно, для симфонических оркестров останутся. Но все-таки вот такая камерная музыка все-таки будет уходить на более такие камерные площадки. Как это было раньше. Как и писали музыку, там, в 19-м веке, в 18-м веке. Это все-таки для небольших помещений. Ваш приход в профессию вообще, вот в данную сферу, он как-то с детства готовился? Или это какая-то внезапность? Или проведение Всевышнего? Что, вот как это так случилось, что вы стали обладателем редкой профессии? И, насколько мы знаем, являетесь достаточно востребованным мастером. На хорошем счету вы настраиваете для серьезных исполнителей инструменты, готовите их перед выступлением. Как вы вошли в эту профессию? Ну, это было с детства. Я учился еще в музыкальной школе на скрипке. И пытался как-то сам что-то сделать со скрипкой. Там струны сам менял, что-то вот какие-то со смычком, если какие-то неисправности. И мне предложили пойти в ученики к скрипичному мастеру. Я думаю, ну, хорошо. И незадолго до похода к скрипичному мастеру мой отчим, он сам фротопианый мастер, реставрирует рояль и пианино и попросил меня как-то помочь ему. Я пришел, увидел разобранный инструмент, увидел, что это другие масштабы. Это не скрипка, которую ты в руках держишь, это что-то такое более грандиозное, состоящее из многих частей. Все-таки рояль стоит из пяти тысяч деталей. Это достаточно такой сложный инструмент. И таким образом потихоньку начал этим заниматься. Потом стажировался в консерватории, там же остался работать. И в реставрационной мастерской долгое время работал. И так как-то вот получилось. Ну, если говорить, сейчас я себя чувствую больше уже не мастером, потому что больше экспертом в портопианостроении, потому что много областей приходится затрагивать в этом плане. В вашем, будем так говорить, сообществе происходят встречи, вот как ассоциации, съезды, обмен опытом. Бывают такие вот слеты, как вы можете еще назвать? Конечно, конференции бывают, они повсеместно. Каждая компания, фортепиано-производители постоянно устраивает конференции. Во-первых, это промоушен для своей марки. Во-вторых, у каждого производства есть какие-то свои нюансы. Где-то слабая сторона, где-то сильная, где-то просто своя специфика. Есть, конечно, и ассоциации фортепианных мастеров, есть другие сообщества, и европейские, и российские. То есть их достаточно много. То есть люди по интересам объединяются, разные тематики затрагиваются. Но как такового учебного заведения у нас в России нет. А в других странах есть? В других странах есть. Но есть в Японии, есть в Австрии, в Германии. Ну, в традиционных странах для настроения. Но мы тоже проводим семинары, так как являемся дистрибьюторами марки Фойрих. И в 2019 году мы проводили семинар. К нам приезжал мастер из Австрии, с фирмы-производителей Стефан Босюш. И давал мастер-класс именно по интонировке инструмента. Интонировка инструмента – это от чего зависит звук. То есть он может быть более яркий, более матовый, более тусклый. Это можно сделать практически с любым инструментом. То есть если вы видите инструмент, вам где-то по тембру что-то не нравится, его можно исправить. Это именно процесс интонировки. То есть если у вас бензин закончил в автомобиле, это не значит, что его надо выбрасывать и новый. Просто достаточно залить новый бак. Интересное сравнение. А когда вы с ними взаимодействуете, именно те, кто производит инструменты, они охотно берут вообще, делают такой запрос, обратная связь. То есть как их инструменты на протяжении нескольких уже лет себя чувствуют, что нужно улучшить. Существует ли между вами диалог такой? Он существует, диалог. Ну, скорее, это у небольших компаний. Потому что большие компании, они поставляют для многих стран с разным климатом, влажностью, сухостью, природными какими-то особенностями. И поэтому угодить подо всех не получается. Поэтому они не обращают больше внимания. А более небольшие компании, они, конечно, очень трепенно к этому относятся. Если с какой-то деталью частью инструмента что-то не так, они ментально бесплатно все меняют, высылают, присылают специалиста, очень следят за репутацией. Потому что это очень важно в нашем глобальном мире. И при том, как правило, плохая информация хорошо расходится. На плюсы как-то мало кто обращает внимания. А вы когда решили для себя возглавить компанию по поставкам инструмента? Вы какой-то делали замер, маркетинг? Насколько это востребовано с точки зрения коммерческой составляющей? Или это по зову сердца? Потому что вы в этой сфере. И это органическое продолжение вашей профессиональной стезии было? Наша компания основана в 2013 году. И первая поставка именно в 2013 году состоялась. До этого я к этому пришел. Конечно, я делал мониторинг. Какая продукция приходит в Россию? В сферу своей деятельности я контактирую и с концертными площадками, и с высшими учебными заведениями, с музыкальными школами, с домами культуры. То есть картина абсолютно ясна. В чем идет боль, в чем идет потребность. И под эту потребность мне захотелось заниматься инструментами, чтобы они именно этому соответствовали. Первый мой опыт был, может, где-то авантюрный, но мне было интересно в это поиграть. Я решил создать собственный инструмент, собственную марку. Марку я назвал Элиза, потому что все помнят Бетховена к Элизе, я думаю, назову Элиза. Но в то время мне как-то это было интересно. Я... Ну, сборка каким способом происходила, да? Приезжал на фабрику, потому что у своих мощностей нет, соответственно, на фортепиано-фабрику. Заказывал конкретные корпуса инструментов, чугунные рамы, определенные марки струн, определенную механику, определенные... Ну, молотки мы заказывали в Германии, струны тоже деку резонансные в Юго-Восточной Азии. В общем, ну, получился неплохой инструмент, меня это удивило. Почему неплохой? Почему вы так критично? Ну, неплохой, потому что... Сказать хорошее, потому что это был первый опыт, я увидел много ошибок. Но они не были критичны, ошибки, но я все-таки увидел вот эту всю специфику, какая идет. Но многие инструменты хвалили, меня это удивляло. Может быть, это просто был мой критический какой-то вот этот взгляд, что это мои ошибки, я на них как-то обращаю внимание, а можно было вот так. Ну, где-то момент сожаления. Но, тем не менее, инструменты очень хорошо все разошлись. Сколько их было? Была первая партия 12 инструментов. Это было 8 роялей и 4 пианино. То есть разного цвета, разных размеров модели были. И у меня осталась только одна модель сейчас этого инструмента. Татарстан заказывал? Татарстан. Кстати, одна из этих моделей в Татарстан. Я вспомнил. Это какой-то небольшой город под Казани. Я не помню его название, но помню там что-то то ли в 50, то ли в 100 километров. То есть какая-то школа заказала. Но меня что смущало, что главный критерий, это всегда цена у людей шла. То есть покупали, потому что, ну, я сам сделал, конечно, вложения были там небольшие, поэтому на выходе инструмент получился, ну, действительно недорогой. То есть по своему качеству он гораздо превышал своих ценовых собратьев других компаний. И как произошла тоже эта история, я ездил по многим фабрикам в Германии, в Австрии, в Италии на фабриках, в Юго-Восточной Азии, в частности, в Китае. Что меня удивило, в Китае оказывается только в регионе вблизи Шанхая около 300 фортепианных фабрик. Это только около Шанхая. Притом средний объем – это порядка 5-10-15 тысяч экземпляров в год. То есть представляете, какой рынок. Для сравнения, я проводил в 2016 году мониторинг по таможенным постам по всей России, чтобы информация была полной, сколько было завезено инструментов. На всю Россию было завезено чуть больше тысячи инструментов. А здесь одна фабрика в Шанхае только выпускает там тысячи инструментов. И в 2012 году в Шанхае только частным лицам в магазинах было продано 200 тысяч экземпляров. Шанхай – это как московский регион. Но в Москве были в 100 раз меньше, в 150 раз меньше проданы инструментов. То есть насколько там поднимается потребность в этих инструментах, в Юго-Восточной Азии очень сильно. То есть вот эти все фабрики, на самом деле, они работают в основном на внутренний рынок. Идут потребности такие. Тогда что? Получается, Китай образовательно запустил процесс и культурализация через музыку, через запознание мастерства игры на инструменте. Что это? С чем это обусловлено? В Китае давно такая тенденция. Очень много музыкантов работает. Притом на хороших условиях. И музыкант из России – это уже как марка. Я работал в начале нулевых годов в Испании, в Мадриде, в Королевской Академии Музыки Королевы Софии. И такую вещь заметил, что они все сами говорят, если из России приехал, то это самое лучшее про музыкантов. То есть это уже как марка качества. Несмотря на то, что к русским, к россиянам негативные отношения в Европе тоже. Но если музыкант приезжает, это все, это уже как диплом. Наличие российского паспорта, что ты играешь, это уже мужская как диплом сам по себе. И в Китае, конечно, они очень много музыкантов. Да не только в Китае, в других и в восточных странах. Очень много профессоров уехало именно работать туда. Вот уехало, а что оставилось у нас здесь в тылах? И нет ли вот какое-то опасение, что мы как-то ужимаемся раз меньше, заказываем? Ну, вы знаете, может быть, я резко как-то скажу, притом находясь в Петербурге, городе Героя Ленинграда, но то, что случилось в 90-е годы, конец 80-х, и 90-е годы, это длилось почти там, можно сказать, 15-20 лет, случилось в культурном плане для России то же самое, что в культурном плане для Петербурга в период блокады. То есть снят, вырезан целый культурный слой огромный. И замещать его, конечно, очень долго придется. В культурном плане, да, это трагедия для России. Мы долго еще будем, я думаю, восстанавливаться и приходить к этому. Это должны будут взращиваться поколения. Притом поколения не молодых людей, это уже, можно сказать, даже поздно, начинать с детского сада. Начинать заниматься музыкой, пребывать в культуре именно с детского сада уже, начальной школы. Уже кому? Уже 10-15 лет, это уже поздно. Вы так видите, ну, взором именно в масштабе. А если брать, в частности, Республику Татарстан, что-нибудь знаете, как там обстановка, какая там ситуация? В Республике Татарстан? Я не знаю, какая ситуация была в 80-х годах, потому что я родился, вырос в Москве. И не могу сказать. Могу сказать, что сейчас. Но у меня ощущение, что Татарстан в этом плане как-то остался, примерно, может быть, не сильно как раз пострадал. Но это было связано с тем, что все самое лучшее съезжалось в Москву, конечно. Советская ремия не оказалась в Москве. То есть, если и самые сильные педагоги, мы их приглашали. Но так сложилось. Наццентр единственным был Москва и вся страна. Ну, так было. Что здесь скрывать? И поэтому, конечно, кадрово где-то оголялось. Но сказать, что где-то в этом плане был плюс во время Второй мировой войны. Огромное количество композиторов приехало именно в Казанскую консерваторию. И плеяду казанских композиторов классической музыки именно профессор Лемон Московской консерватории поднимал. Это все. Он скончался где-то в конце 90-х годах. Но потом опять вернулся в Москву. Но, в принципе, вот эта плеяда классических музыкантов – это все его ученики. То есть, он именно формировал этот момент. То есть, здесь было как-то сотрудничество с какой-то страной. А ваш фонд, который в поддержку преображения? Музыка и преображение. Да, музыка и преображение. Что это за фонд? Зачем он был создан? Какие желания, ожидания к этому фонду? Его деятельности? Мы пытались сделать свои инициативы, какие-то проекты, какие-то выставки, участвовать в конкурсах, какие-то концерты. И столкнулись с той проблемой, чтобы выйти на какой-то масштаб, действительно нужна какая-то организация, нужна НКО, чтобы привлекать людей, привлекать средства, потому что без средств никуда. И поэтому уже необходимость, если выходить на уровень, было принято решение, чтобы уже создать такое юридическое лицо. То есть, у вас проснулась потребность пассионарного такого движения с точки зрения популяризации, поддержки, таланта? Ну, конечно, популяризация музыки, российской культуры, вообще мировой культуры, потому что, я еще раз говорю, это все сейчас глобализировалось. Нельзя уже что-то от кого-то как-то отделять. Но был пример такой, в 19-м году, пианист такой Андрей Филонов. Мальчик лет 11 было, и он вышел в финал телевизионного конкурса «Синяя птица». И мы совместно с организацией «Русской инициативы», они как-то тоже прониклись его успехами и узнали, что у него проблема в том, что у него нет инструмента. Ну, у него и был какой-то старенький пианино. И боль родителей была в том, что мальчик музыкальный, его не оторвать инструмента, а фактически профессионального нет. И мы решили все-таки как-то совместными усилиями сделать ему подарок, как раз по Новый год это было. Но это очень сложно было, это многоступенчатая многоходовка, потому что это и с материальными средствами связано, и с другими вопросами. Поэтому на будущее, чтобы делать такие проекты и помогать тоже людям, все-таки нужна была какая-то организация, какой-то фонд, чтобы все это заработало на другом уровне. У многих проблемы с инструментами. Я сталкиваюсь у людей, у родителей, но особенно у пианистов, потому что рояль это, помимо того, что дорогостоящая вещь, это еще и очень объемная, то есть нужно еще пространство какое-то для него, чтобы в квартиру поместить, нужно какую-то изоляцию сделать. Потому что во время пандемии 2020 года в соцсетях писали жуткие скандалы, разборы родителей детей, потому что все дома сидят, и целыми днями заниматься же нужно. Да, люди уже не привыкли. Кто-то на работу уходил, он даже не знал, что у него кто-то музыкант, а тут с утра до вечера тот на инструменте. Конечно, это вызывало раздражение. Это тоже еще один был такой аспект того времени. Это сейчас сколько стоят хорошие инструменты? То есть помимо рояля же есть фортепиано, более такое, меньше. Ну, пианино, да, пианино, оно более доступно. Но если говорить в сегменте среднего класса, то это там... Сейчас сложно сказать, курс как-то идет, потому что все это импорт, у нас производства нет. Ну, где-то от 700 тысяч, порядка миллиона, это средний подходящий инструмент, на котором можно работать, который будет долговечен. То, что ниже категории, как правило, делается из сырого, некачественного материала, не для нашего климата. Есть, конечно, инструменты пианино и премиум класса, но у них уже идет цена там 3-4 миллиона. Вот когда вы посещали разные производственные базы, фабрики, не было ли у вас внутренней боли, что в такой огромной стране, самой большой на планете Земля, Россия, нету производственной базы? Или где-то все-таки есть эта база? На самом деле, больно даже не от того, что нет базы, а больно от того, что до 1917 года Россия была ведущим фортепиано-производителем. Только в Москве было порядка 400 фабрик, в Петербурге были сотни фабрик. Ну, они открывались-закрывались, но до 1917 года их было много. Это была фабрика Беккер, Дидрикс, Рёниш. И это были инструменты мирового класса. То есть были две страны, на самом деле, такие. Это была Германия и Россия. Лидеры фортепиано-производства. Две страны. И вот это уничтожено, вот этот пласт уничтожен. То есть это действительно премиальные инструменты. Это мирового уровня, с соответствующими технологиями. Но потом фортепиано-строение ушло в нишу такого домашнего потребительства. То есть они не были для профессионального использования. Хотя в СССР было 16 фортепиано-фабрик, в том числе и в Казани крупная фортепиано-фабрика, которая производила десятки тысяч инструментов. Но это были пианино. Но они примерно были одного качества все. Но опять же, их нельзя было ставить в концертные площадки, их нельзя было использовать в профессиональных учебных заведениях. Это только для домашнего такого пользования. Ну, для музыкальной школы еще как-то, для начального обучения. В целом, вот у вас есть кто-то, вот последователи? Вы являетесь, может быть, наставником? Потому что мастерство, к которому вы пришли, и весь этот обзор, про который мы сейчас узнали, дальше как это все будет передаваться? Ну, системы как таковой нет. Это передается лично от человеку к человеку. Это, можно сказать, штучная специальность. Вы не можете набрать курс 20 человек фортепианных мастеров. То есть, это такого не бывает. Я не знаю, сколько у Страдивари было мастеров, но, наверное, у него не было каких-то ежегодных групп, и каждый год потока. То есть, ну, во-первых, сложность в том, что нужно формировать эстетику человека. Как должен звучать инструмент? Это же не просто поставил ключ, настроил что-то, сделал какие-то операции с механикой. Человек должен ощущать и знать, что будет видеть свой результат. То есть, он ему должен нравиться. То есть, должен любить музыку, разбираться, да, в разных стилях. Он должен быть в этой области. Потому что вот операция называется интонировка молотков. Что зависит, от чего зависит звук. Но если у человека нет эстетики от того, какой должен быть звук, как он сделает эту работу? Настраивать нужно инструмент в зависимости, какой репертуар на нем будет в плане интонировки, или есть, ну, общий какой-то стандарт? На самом деле, сейчас тенденция идет к тому, ну, я говорил о возрождении аутентичного исполнительства, что, чтобы исполнять инструменты соответствующие, на инструменте соответствующие той эпохе. А, эпохи. Да, если вы играете Баха, да, то не на рояле его играть, а клавесин, орган того времени. Если сонаты Моцарта вы играете, то можно использовать хаммер-клавир, именно инструмент того времени. Либо, если вы используете уже музыку эпохи романтизма, то брать инструменты, ну, где-то в первую половину XIX века, в частности, Эрар, французская фирма старинная, на которой именно уже Фернслис, Шопен играли на этих инструментах, потому что ты уже чувствуешь по-другому, как должна выглядеть музыка. Подойти к современному инструменту, но у него нет тех параметров, которые были у других. Я говорил о том, что разница в механике, допустим, хаммер-клавиро и современном рояле, да? У современного рояля идет упор на технику, на то, чтобы можно было мелкую технику сыграть, с большой скоростью. А у хаммер-клавиро там больше звуковых возможностей. И сыграть сонату Моцарта, когда на хаммер-клавире, ты поймешь, почему Моцарт писал так, так. Ваши такие чаяния, мечты, на ближайшие 10-20 лет, или вы такие планы не строите? Какие пожелания к самому себе и к тому пути, к которому вы идете? Ну, пожелания все-таки... Ну, что касается фортепианостроения, чтобы все-таки в России... Нельзя сказать, чтобы возродилось, потому что возродить нельзя. Оно должно уже на технологиях немецких, австрийских, европейских быть. И возрастать уже на этой школе. Мы видим рояль. На самом деле, это инструмент, которому всего около 100 лет. То, что мы видим его. Но мы играем музыку и XIX века, и XVIII, и XVI, даже барочную на этом инструменте. Это тоже надо учитывать. И, конечно, в стране у нас проблема с инструментальным фондом. Во всех регионах он изношен почти на 90%. Даже в Москве во многих учебных заведениях еще эта проблема не решена. Что говорить о других регионах? И в Татарстане та же самая проблема. Люди жалуются, что внимания этому не уделяется. Именно на замене инструмента. Строятся прекрасные школы, детские сады. А самый инструментальный фонд, ради чего это делается, то есть забывается цель, ради чего мы начинаем делать. Может быть, есть смысл как-то выходить с этим заявлением на какие-то, не то что трибуны, но как-то об этом более активно говорить, потому что, может быть, они не в курсе. Может быть, как-то образовывать людей, чтобы они взор свой направили на эту проблематику. Вы верно заметили, что не обращают просто на это внимания. Очень тяжело донести до понимания, для чего это нужно, насколько это важно. Почему я говорил о культурном воспитании людей? Я не думаю, что к этому придет в ближайшие годы, но закладывать нужно, чтобы произошло это через 10, через 20 лет уже какой-то всплеск. То есть мы сейчас можем заложить фундамент. То есть культурный слой поднять за год, за два, за три – это невозможно, этого не будет. Но чтобы это произошло в будущем, мы должны это сделать сейчас. И какие это должны быть шаги? Это шаги работы с родителями, в первую очередь. Работа с родителями, что необходимо отдавать детей музыку не для того, чтобы он стал музыкантом, функции музыкальной школы – не воспитать музыканта, а воспитать слушателя, который будет ходить на концерты, и воспитать какие-то его качества. Потому что есть такая терминология – музыкальное воспитание. То есть воспитание через музыку. Опять же, музыка и преображение. То есть это может быть как-то более амбициозно. Даже если будет ребёнок экономистом, но будучи музыкантом внутри, я не говорю, что он будет на сцене играть, но воспитание получишь музыкантом, больше шансов у него стать главным бухгалтером, главным экономистом. Почему? Это уже другая психология. Такая психология. Всё-таки здесь какой-то идёт элемент соревнования, самолюбие, стремление к чему-то воспитывает. Именно музыка к чему-то. Закладывает вот эти качества. Разве не спорт? Ну, спорт – это физические достижения, это тело, а это души. Даже так. Вот в чём дело. Но это, можно сказать, связано, да. То есть можно воздействовать на тело через душу и на душу через тело. То есть есть два пути. Вы можете отличить, вот так вот визуально, там чуть-чуть поговорив с человеком, услышав его речь, что он относится к семье, к огурце, тех, кто прошёл эту музыкальную школу? Ну, конечно. Рыбак рыбака видит издалека это всё. Это чувствуется в речи к отношению к человеку, ко многим вещам. То есть если мы говорим про духовность и про формирование духовности, развитие духовности, то пути через музыку – это самый органичный. Всё-таки музыка – это, ну, самый неконкретный вид искусства. Да, и выразить что-то через портрет, через культуру, через театральное искусство гораздо сложнее, чем через музыку. Через музыку гораздо легче выплеснуть эмоции. То есть, наверное, через какие-то материальные вещи это гораздо сложнее. Что хотел сказать художник, что он имел в виду, да, а по голосу человека мы уже слышим. Мы слышим его гнев, слышим его радость. Да? Мы же это… Ну, я как сам проснул к вокальному искусству, он тоже самое с другими инструментами идёт. Получается, ваш фонд, он в какой-то степени в себе в миссию поставил вот данное раскрытие в современном мире, и в частности, он у вас как, международный, российский, вот этот, который музыка и преображение. Ну, зарегистрирован как российский фонд, конечно, но границ это, конечно, не имеет. Музыка и искусство не имеют границ никаких, в нашем мире тем более. Татарстан часто, в Казань, в частности, получается приезжать. Как вообще оцениваете нашу именно татарскую вот эту сферу в классике и композиторскую, и исполнительскую? Что можете сказать, как человек, который внутри? Ну, я часто езжу в Татарстан, в частности, в Казань. У меня много друзей, знакомых и родственников, как оказалось. С каждым приездом знаю, что у меня всё больше и больше родственников. Очень приятно. Это уже знаю, потому что в отрыве столько лет, живя здесь, в Москве, всё-таки это какой-то свой такой мир. И пытаюсь в этом плане расширяться. По поводу музыкальной культуры, Татарстана и искусства, я не могу здесь быть экспертом, потому что я общаюсь, в частности, с конкретными людьми. Я туда, вовнутрь, не погружался. То есть такое сказать, что погружение, ощутить себя внутри, одно дело приехать как турист в Казань, другое дело там пожить, пожить культурной жизнью республики. Я не могу. Как турист, я в восхищении. От этого города. Скорее даже город, конечно, очень красивый сам по себе, но вот эта тёплая домашняя атмосфера. Может быть, это как-то генетически мои корни как-то пробуждает. Я не могу сказать, я не могу здесь уже быть как-то объективен в этом плане. Но внутреннее ощущение, что вот он очень домашний, очень тёплый. Везде тёплый приём. Вы как раз побыли здесь, в Санкт-Петербурге. Есть схожесть? Есть, конечно, схожесть. Но это, скажем, такой островок Татарстана. Да, действительно островок. Что бы вы хотели сказать в когорте музыкантов и тех, которые увидят наш эфир? Родителям, я хочу сказать, обязательно уделять музыкальному воспитанию детей. Я понимаю, это большой труд, это и затраты соответствующие, но это необходимо. Это также необходимо, как здоровое тело. То есть это формирование здоровой души. То есть также необходимо, как заниматься спортом. Это не менее важно, заниматься музыкой. Не стесняйтесь менять педагогов. Я уже так резко скажу. У нас проблема большая с педагогами. Если видите, ребёнку не нравится заниматься музыкой, он не может сказать, мне не нравится вот эта тётенька. Он говорит, мне не нравится фортепиано. Он не может это выразить. Понимаете, ему не нравятся сообщения. И не стесняйтесь, меняйте сразу педагога. Если видите, у ребёнка дискомфорт, он без какого-то желания начинает этим заниматься. Потому что я видел много детей, их называют одарёнными детьми. Но на моём опыте я могу сказать, что нет одарённых, неодарённых детей. Они все одарённые. Просто как подойти к человеку? Вот мне интересен был феномен всегда. У одного педагога все дети играющие, хотя они не отбирают с начального уровня. У другого какое-то безжелание занимается. У другого педагога. Поэтому всё здесь зависит от человеческого фактора. Как такового. Понятно. А музыкантам? Да, да, да. Музыкантам. Музыкантам больше общаться, больше контактировать с друг другом. Не бояться выходить на какие-то проекты, площадки. Если начинающим музыкантам, не бояться ошибаться. Потому что ошибка это не неудача, это опыт. А он всегда нам нужен. Нам нужны наши ошибки. Благословляйте свои ошибки. Не бойтесь ошибаться. Верьте в себя. Побеждайте. Достаточно грандиозные ноты и в то же время душевные. Я бы хотела ещё раз напомнить нашим зрителям. Сегодня мы общались с Тимуром Фаруковичем Гафитулиным. Он руководитель фонда поддержки культуры, искусства, музыка и преображения. Генеральный директор компании Музыкальный салон. Ну что ж, прощаемся. И до новых встреч. Благодарим вас за такую интересную беседу, достаточно на сложную тему. И в то же время такой кругозор, который вы нам раскрыли. Что вообще происходит, что было и куда двигаться. Благодарим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok